С просьбой о помощи в редакцию наших новостей обратились жители Новоангарска. Они рассказали, что в воскресенье в селе сгорел жилой дом. Без квартир остались 12 семей. С тех пор, уверяют погорельцы, они ютятся в палатках возле здания сельсовета, так как жилья взамен сгоревшего им не предоставили. Дело в том, что резервного жилого фонда в Новоангарске нет, поэтому и выделить новые квартиры погорельцы местная администрация не может. Тем не менее, всем пострадавшим предложили комнаты в общежитии Горевского горно-обогатительного комбината, рассказала нам глава Новоангарского сельсовета. Семь семей на это согласились, три отказались, решив пожить у родственников, и две семьи еще не писали никакого заявления. При этом большинство погорельцев палатки от сельсовета не убирают и продолжают настаивать на более ясном решении их квартирного вопроса. Кроме того, менять палатки на временное жилье они не хотят еще и потому, что за него придется платить. Предоставили, например, койко-место, да, за него нужно платить. Койко-место, три тысячи, если комната, восемь тысяч. Люди требуют юридическую помощь, чтобы оказали, как-то подсказали, на какие сейчас льготы мы можем надеяться, что нам могут выплатить, потому что пожар не по нашей вине произошел. Свидетели есть, откуда горелось, что это проводка, что на днях полдесятого там ремонтировали у нас под носом. Не раз уже искрило, не раз мы жаловались на этот щиток. Все люди требуют, чтобы дали какие-то хотя бы обещания, что дальше мы будем, как жить. Будут строить жилье или какие-то материальные выплаты будут. Спасибо.